Библия говорит. Пастор в замешательстве. Как быть? Можно ли разводиться с игроманом? Ведь жизни с ним уже не будет. Он очень искусно обманывает, играет роль порядочного человека. Сегодня позвонила жена и в слезах сказала, что узнала, что муж с марта снова проигрывает деньги. Берет микрозаймы, которые нереально отдать. Растут огромные проценты каждый день. Ждем вашего совета. Очень сложный вопрос. Здесь несколько уровней сложности. Одна, наверное, самая большая. Это очень печальное состояние этой души, этого человека, который попал в эту дьявольскую зависимость. Попал на эту приманку дьявольскую. И теперь он стал рабом. Рабом и так таким, что его рабство отравляет жизни людей, которые его окружают. Кстати, эта проблема распространена больше сегодня, но она старая. Она достаточно старая. Если ты читал историю, то еще Достоевский страдал подобной проблемой. То есть были люди, которые проигрывали в карты тогда. Вот это сейчас разные азартные игры, а раньше проигрывали в карты. И проигрывали все свои состояния. То есть это проблема греховного человечества. Это проблема людей, которые были связаны каким-то образом с вот этой дьявольской уловкой. Или вот этой методикой, которую дьявол использовал для того, чтобы разрушить человеческую жизнь. Теперь то, что касается этой женщины бедной. И, конечно же, то, что касается служителей, которые ей пытаются помочь. На этот вопрос есть несколько вариантов ответов, которыми пользуются христиане. Или к которым приходят христиане, которые искренне исследуют Священное Писание. Есть люди, которые очень радикально придерживаются единственной позиции, что человек может развестись только тогда, когда муж умер или жена. Только тогда он свободен. Только смерть освобождает. Есть такие категоричные люди, которые даже вот эту уточняющую фразу или предложение, которое Христос приводил и говорит, кроме вины прелюбодеяния. Даже ее они отвергают, говоря, что в каких-то манускриптах ее нет. И поэтому они не допускают даже такого варианта. Есть достаточно большая, наверное, основная группа людей, пасторов, которые придерживаются позиции, что в случае вины прелюбодеяния, конечно же, невиновная сторона имеет право освободиться, оставить и вступить в другой брак. Вот это, наверное, самая распространенная позиция, которая придерживается только вот этого факта. Есть пару вещей, которые... Их подсказывает здравый смысл. И они говорятся в Ветхом Завете. Здравый смысл вот о чем говоришь. Что если муж угрожает жене, то есть жена соприкасается с физической угрозой, когда она живет с мужем, то, конечно же, принцип здравого смысла говорит о том, что тебе нужно спасти свою жизнь и жизнь своих детей. И если для этого нужно разводиться, то служители допускают развод в таких случаях. Многие служители, когда речь идет о безопасности жены и безопасности детей. И есть еще один принцип, который мы видим в Ветхом Завете. В Ветхом Завете было специальное условие, которое Библия, который Бог через закон Моисеев специально оставил, что если кто-то женится на девушке и не будет обеспечивать ее потом жильем и всем необходимым для ее пропитания, для нормального проживания, то тогда отец этой девушки, он мог пойти взять ее и вернуть к себе домой, чтобы он мог о ней заботиться. Вот такой принцип есть в Ветхом Завете. Я знаю многих пастырей, много церквей сегодня, которые допускают вполне возможным развод в таком случае. То есть, если человек не обеспечивает семью, речь, конечно, не идет о том, что уровни обеспечения не обеспечивают, это самое необходимое. То в этом случае служители, они рассматривая этот вопрос, приходят к выводу, что на основании того, что написано в Ветхом Завете, они могут позволить такой женщине развестись. То есть, это то, что говорит Библия, и та практика, которая есть. Как я уже сказал, что у разных церквей есть разные аргументы, которые они приводят за и против. И это, конечно же, этой поместной церкви и ее служителям нужно прийти к их убеждению, в какую позицию они придерживаются и почему, на основании чего они придерживаются. Но даже если они не допускают вот этого третьего варианта, на основании ветхозаветного утверждения, развод, который касается той ситуации, где муж не заботится о жене, даже если это так не происходит, то в данном случае вполне разумно прибегнуть к тому, что очень распространено в западной практике, в западных государствах. Я не уверен, есть ли такая юридическая форма в странах бывшего Советского Союза. Но суть ее в следующем. Здесь, в Америке, есть такое понятие легального разделения. Legal separate называется. То есть, когда эти люди остаются мужем и женой, но их все финансовые вопросы, они ведутся отдельно. То есть, оформляется в органах власти, в суде, legal separate или легальное разъединение. И жена живет отдельно, ведет свое хозяйство. Муж живет отдельно, ведет свое хозяйство. Или в данном случае не ведет ничего, если он все транжирит. И это позволяет тому, чтобы жена не несла ответственности за долги мужа, во-первых. Во-вторых, чтобы она могла хоть каким-то образом заботиться материально о своих детях, чтобы они могли как-то жить. Обычно это временное явление, которое позволяет прийти к какому-то решению. Муж этот опомнится, он возьмется за то, чтобы вернуться к нормальному образу жизни, чтобы он нормально функционировал, и чтобы он мог что-то зарабатывать и что-то сохранять для себя. Или же этого не произойдет. И если этого не происходит, то иногда, и в нашей практике были и одни случаи, и другие случаи, иногда это может привести к разводу. Или же может привести к исправлению и восстановлению семьи. Понял. Скорее всего, в России нет такой функции. Если нет, то она свободна перед Богом развестись, потому что это вопрос безопасности уже детей. Если речь идет о безопасности, то 100%. Спасибо, Алексей Алексеевич. Драгоценные, оставайтесь с нами. Впереди вас ожидает еще много интересных передач. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok